Всем привет! С вами я, доктор Лена. Сегодня я в необычном для себя месте. Я на стройке. И здесь я для того, чтобы рассказать вам про строящийся новый перинатальный центр. Так, ребята, ну все серьезно. По требованию безопасности на меня надели каску, конечно же, ну мало ли. Доктора Лену нужно беречь. Сейчас мы находимся на первом этаже перинатального центра. Это просто невероятный, огромный, светлый холл, где будет проходить ваша торжественная выписка. Только представьте, как красиво это будет выглядеть. Но помимо этого, на первом этаже перинатального центра будет располагаться, конечно же, кафе, где вы сможете перекусить в ожидании чуда. Также здесь будет расположен ЗАГС, и вы сразу сможете получить все документы на вашего ребенка. Ну, возможно, может быть, даже и жениться. Перинатальный центр станет местным для обучения медработников и повышения их квалификации. А сейчас я вам покажу, как будут выглядеть аудитории. Пойдемте. Вот в таких больших и светлых аудиториях будут учиться и повышать свою квалификацию будущие и действующие врачи. Перинатальный центр рассчитан на 140 койко-мест. Сейчас я покажу пример палаты, как она выглядит. Это одна из палат повышенного комфорта. Здесь может находиться мама с ребенком. К ней могут приходить гости. Обращаю внимание, что здесь находится медицинская консоль, к которой можно подключать все необходимое медицинское оборудование. Здесь помещение для гостей. Здесь будет располагаться телевизор, диванчики. Все очень комфортно для пребывания мамы, ребенка и ее гостей. А еще здесь есть такая консоль. Здесь можно подойти, вызвать медсестру или врача, заказать себе, наверное, какие-то лекарства. Макдональдс. Вот здесь вот такая зеленая кнопочка. Ладно, шучу про Макдональдс, но, возможно, и такое. Вдруг. Смотрите, здесь есть палата двухместная. Оборудование такое же, как в предыдущей палате, я сказала. Такая же есть медицинская консоль. Палата, опять, как мне нравится, зеленого цвета. Не знаю, почему меня привлекает зеленый цвет. Эта палата попростурней, но она оснащена точно так же, как и предыдущие палаты. Сейчас мы находимся на четвертом этаже. Здесь находятся две операционные, я хочу вам их показать. Операционная очень большая, светлая, приятного зеленого цвета, что не может не радовать, но у меня радует. Здесь будут завозить пациентов. Хочу обратить ваше внимание, что все на автомате. Здесь сенсорная дверь. Вот так будет подходить медперсонал с пациентом. И на каталке сразу дверь автоматически будет открываться и завозить пациентов в эту операционную. Операционная оборудована современной европейской техникой. Можно сказать, по последнему слову, технология. Здесь можно делать самую точную операцию. Но точность операции, она в чем заключается? Здесь находятся камеры. Здесь и здесь. Они позволяют приближать картинку на операционном поле. И выводить ее на этот экран для врача. Оперирующего врача и анестезиолога. Также здесь есть камеры, которые помогают другим врачам, которые находятся дистанционно при помощи телемедицины, наблюдают за ходом операции. И для них есть тоже увеличение. Многократно они могут видеть каждый сосуд, который требует вмешательства. И для них есть тоже свой экран. То есть врач на другом конце другого города может дать совет и отслеживать ход операции. Вот это анестезиологическая стойка. Я думаю, что врачи-анстезиологи поймут. Здесь как раз экран для телемедицины. Обращаю внимание, что техника европейская, но начинка, она наша отечественная. Это хирургическая стойка. На ней есть выводы под медицинские газы, что очень важно для ведения операции. Так, напомню вам, что здесь две операционные. И обращаю ваше внимание на то, что операционная зелененького, очень позитивного цвета. И, конечно, мое внимание сразу привлекла вот эта стена. Она с таким вот клевером зелененьким. А во второй операционной есть очень крутая божья коровка. Пойдемте, я вам ее покажу. Так, это вторая операционная. Она ничем не отличается от первой операционной. Тут такое же оборудование. Единственное различие – это в картинке на этой стене. Миленькая божья коровка. Из окна палаты видно несколько корпусов Тульской детской областной больницы. И, кстати, неделю назад здесь был губернатор. Все проверил перед моим приездом. И поручил благоустроить всю прилегающую территорию. Я думаю, что здесь будет очень красиво. Так, ну что, моя экскурсия по строящемуся будущему перинатальному центру закончена. Мне все очень понравилось. Меня впечатлило оборудование центра. И кто знает, может быть, уже этой зимой он откроет свои двери и для меня.